Который мне неинтересно. Неинтересно, да? А что же может быть интересно? Если о своей душе не интересуетесь, как вы можете интересоваться о другой, который в беду попадает? А почему вы думаете, что я не интересуюсь своей душой? Для того, чтобы интересоваться своей душой, не обязательно читать битву, тем более еврейскую. Ну, не так кажется. Ну, слово «накажется» русские говорят так. Так, если кажется, тогда крестись, чтобы не казалось. Вы знаете, вы, наверное, говорите с словедками, которые ни хера ничего не знают, не понимают. Я немножко что-то понимаю. Я вообще-то человек, который пять лет отработал на историческом факультете Некан. И давайте мы сейчас не будем сейчас подливать души, то, что вы имеете в виду, насчет библии, церкви и так далее. А в чем же смысл человека тогда, жизни? Я прекрасно, простите, я прекрасно, я прекрасно. Я, в принципе, у меня мама и папа живут. В чем смысл жизни тогда у человека? В чем смысл жизни тогда, историк? Смысл жизни? Ну да, если вы историк. Для меня смысл жизни – это только мой ребенок, и все. Больше ничего. Вы микрофончик возьмите себе поближе, плохо слышно. Какие-то звуки такие исчезающие. Для меня смысл жизни – это мой ребенок, и все. И все на этом кончилось. А куда ваша душа пойдет после смерти? Или ее вообще нету? Что значит, куда моя душа пойдет? Ну да, это главный вопрос жизни. Над этим вопросом 2 миллиарда 200 миллионов христиан, 2 миллиарда мусульман распростерли руки и молятся, чтобы не попасть в огонь вечный. И дальше что? Вот их 2 миллиарда, и дальше что? У вас то ли там плохо интернет работает? Какое-то прерывается такое? Нет, вы не объясните, пожалуйста. У вас 2 миллиарда, допустим, ну и дальше что? Вы мне объясните, пожалуйста. Я не понимаю вас. Вот вы говорите, 2 миллиарда христиан, 2 миллиарда мусульман. Объясните мне, пожалуйста. А что именно объяснять? Я говорю, что то, что за гробом существует, иная жизнь, верит сегодня 92,5%. А на 8%, которые не верят, падает 99% преступлений. Извините, пожалуйста, вы в это верите? Я не верю, я этим живу. Я каждый день живу, молюсь и благодарю Бога. И Бог являет свои чудеса над живыми и над мертвыми. Какую вы историю можете знать? Когда идет Рождество, дата идет от Рождества Христова, 2017, в 2011 год. Послезавтра будет воскресенье. Воскресенье, Христос воскрес. Мы окружены этим. Боже мой. Я еще все могу понять. Да вам понимать не надо. Надо верить, молиться, каяться в грехах. Вам уже уже на по 70 лет. И вы в эту... Только не рада... Можем поговорить об этом? Пожалуйста. Вот я читал Коран, я читал Библию. И, короче, сравнение было. Ну и читал чуть-чуть... Тору не читал, а Веды читал. То есть вы читали эту книгу, да? Да, да, да. Читал ее, да. Ну, я ее раз прочитал, все же такие книжки, такую литературу нужно читать не раз, чтобы понять истину. И то, все равно не поймешь ее. Нужно уметь читать между строк, чтобы вот это все понять. Так вот, мы проповедуем не религию, а Христа, который умер за наши грехи. Нигде никакой мировой религии этого нет. Он спаситель, он умер за нас. И теперь эта радостная весть... Как, как, подожди, Борис? Ну, вы перебиваете, я ничего не могу сказать. Что он и какую ношу потянул за нас? Понимаете, вы на полп предложения прерываете, я же ничего не могу вам сказать. А то, что вы говорите, вы сами в это не верите. О Коране у меня выпущен целый том. У меня 38 томов книг вышло. Я сравниваю по буквам, по предложениям с Библией. Откуда это взято исторически? Кто какой политический деятель это подтверждал, говорил? Книга, 752 страницы. Нет, нет, точнее, вы более компетентны в этом разговоре, в вопросе. Я вас просто интересуюсь. Я говорю, что мне больше все-таки нравится, что в Библии нет, и что в Коране. Я просто говорю о том, что в Коране есть, описывают по полочкам, то, что тебе можно сделать, а что нет. В Библии такого нет, и все. Ну скажите, скажите, вот мы беседами с имамами, я в их группе там, ну это у них как наши священники. Я говорю, скажите, вот человек, который убил другого, его арестуете? Да, посадили в камеру, приговорили к смерти. Скажите, завтра его будут казнить. Может он спасти душу, если по смерти? Нет. Аллах таких не принимает. Я говорю, а у нас разбойник, распятый рядом с Христом, говорит, Господи, помяни меня в царстве Твоего. Иисус говорит, сегодня же будешь со мной в раю. У них нет Христа. Вот начинают пить. Тут все задыхаются. Это так же, у них тоже в Коране это есть, потому что у них 73 течения. Это тоже там очень много всего запутано, и каждый свое трактует, как он видит. А вот вы скажите... Это никто, чтобы трактовать такую литературу. Скажите, просто... А так, большинство, а так, как я говорю, вот как я думаю, вообще религия, по мне, это управление человечеством, которое навязано нам очень-очень давно, нашим предками, когда-то там. Может, где-то и Библия и переписывалась, и может, даже на свой лад как-то там переписывалась. Знаете, вы плетете что попало. У вас никаких знаний нет. Зачем вы говорите? Библия переписывалась, убирали. Одна буква не исчезла до 3600 лет. Евреи переписывали, в каждой строчке считали количество букв и на полях писали. И если только две ошибки было найдено, две ошибки, свиток уничтожался. Может быть, может быть, надо жить. Я 57 лет иду. На простой ответ ответьте. Скажите, почему нигде, не в Ютубе нигде, не пьют, вот как вы сейчас берете, пьете и пьете. Почему? Только здесь, на рулетке. Почему в голых здесь половина? Почему здесь процентов 85 мусульман? Вот опять... Да, да, почему нигде не пьют? Беседуют люди, выступают, не пьют. Только здесь. Почему? Что пьют? Да не важно, что пьют, но непрерывно берут или жуют. Показывают разврат и все. Нигде, только в чат-рулетке. Это место садом. Я говорю, нигде больше, ни в одной системе. Ни в моем мире, ни в ВКонтакте. Я говорю, что это? Я вам вопрос задал. Почему только вот в этом чат-рулетке? Ну, я не считаю таких людей вообще правильных. Они недостойные, короче, вообще людей. Вы ответ дайте конкретный, чтобы понятно было, что по-другому здесь нельзя. Все время надо припевать и припевать. Почему? А ведь этих систем, это и скайп, и ютуб, и чего-то ика нету. В твиттере нету этого. В инстаграме нигде нету этого, чтобы все время хлебали и пили воду. Все. Сто процентов почти. Почему? Вы понимаете, вы вопросы не ставите и не отвечаете. И поэтому вы сами себе кажетесь... Я просто не понимаю. Я честно, честно, не понимаю, что вы от меня хотите. Ну, пишите вону. Ответ. Потому что вот я сейчас... Ну, вы скажите, вы можете... Я с вами общаюсь. Знаете? Я общаюсь с вами так, чтобы я почти-почи кричу, потому что микрофон от меня далеко. Понимаете? Вот вы меня хорошо слышите. Выражение такое есть. Признание вне знания открывает путь к знанию. Вы можете сказать, никогда не думал. А потом, а что это означает? Я вам сразу расскажу. Сейчас что-то ушли от темы, если честно. Просто она мне действительно вообще неинтересна. Ну, неинтересно. Смотрите. Я показываю вам Библию и Коран. Мы изначально начали. Библию я изучаю. Живу ей 57 лет уже. А после армии обратился. Мне сейчас 81-й год. А я покажу вам здоровья, чтобы вы изучаете и доверяете сознание другим людям, которые этого не знают. Я вам говорю, что Христос умер за нас. И после смерти решается наша участь. Но она сегодня решается. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Что тут непонятно-то? Вера во Христа облагораживает человека, дает рождение свыше. Водительство Духом Святым. Опять же. Хорошо, другой вопрос. Это такой серьезный вопрос. Вот смотрите. Только подойдите. Не с точки зрения веры. Вообще вот веру, вот вашу веру чуть-чуть. Вот чуть-чуть. Оставьте чуть-чуть. Посмотрите. С другой точки зрения это. Смотрите. Раньше Василиса верили 4600 лет. В Ра верили 2806 лет. Это верили. Это в таких великих богов верили, которые 4600, сколько? Ну, с чем-то лет верили Василиса. Это для них был главный бог. Может же быть такое? Подождите. Может быть такое, что через 400 лет, 500 лет появятся иные боги? Вы ничего не знаете. Дело в том, что ни одна книга не говорит о будущих судьбах мира. Одна Библия. В Коране нет ни одного пророчества. А в Библии более 350 пророчеств. Мы знаем, как сейчас будет политическая обстановка, с чем мир закончится, какой правитель. Вы теперь рим нахлебаете? Это пытаются залить гиенский огонь в душе. Потому что здесь все пропитано блудом. Блудом ума, блудом тела, блудом души. Это Содом и Гамора сейчас рулетка. Я спрашиваю, кто изобрел? Не знают. Это мальчишка 15-летний Андрей Терновский. Двоечник. Все в мире блудливое. Наркотики, матершины, все собрали здесь. Двоечник такой не согласен. Ладно, в общем, ты фанатик. Да, а фанатик что означает? Фанатик, слово что означает? Фанатично относишься... А что оно означает, это слово? Фанатик? Да. Это тот человек, который фанатично относится к какому-то, либо там, может, секте, какой-то там, общей группе какой-то. Но оно слово как переводится? Фанатик что означает? Нет, так нельзя. Каждое имя, имя переводится. Вас как звать? Вас как звать? Никто. Даже того Иисуса. Он не навязывал веру никому. Он говорил истину. И когда люди к нему прислушивались, тогда они сами шли душой. Но никто им не навязывал подобное, что вы несете. Я считаю... Да, что вам навязывать? Вы хоть 57 лет будете изучать Библию, вы столько же 57 лет будете изучать, и все равно ее не поймете, потому что это... Да по ней жить надо. Она понятная, Евангелие понятная. Человеку пусть спасти душу свою, а не жизнь. Ну так я свою душу и спасаю. Что-то плохо слышно у вас там. Микрофон далеко или что-то рот закрываете? Писание говорит, что Бог Отец послал на землю Сына, Своего Единородного Иисуса Христа, Который умер за наши грехи. И прощает, взяв вину наших грехов на себя, и был распят. Воскрес из мертвых вознесся, и скоро придет судить этот мир. И сказал, какие события будут предварять его приход. И что он будет судить? Да, Слово Божие, живо и действенно. До разделения души и духа составом мозгов. Пророк Иеремия говорит, два зла сделал народ мой. Меня, источник воды, живой Бога, оставили. А выстекли себе водоемы, которые не могут держать воды. То есть разные идеи, отговорки. Вот сейчас рулетка, тут собрались-то. Идеи или отговорки? Извините меня, пожалуйста. Вы говорите погромче, или так? Я не могу я погромче говорить. Ничего. У вас у меня нет никаких. Я вам сказал, что не слышно, рот не закрывайте, чтобы хорошо было слышно. Чтобы хорошо было слышно. Почему? Такие не закрываю рот. Прощение Бог дарует в святом крещении. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава. Так каждый человек Бога носит в своем сердце. Как хочет, так и носит. Если Бога нет, то ничего нету. Сказал безумие в сердце своем, нет Бога. Человек внесет своего Бога в себе в душе и в сердце. То есть не каждый человек должен отрезан читать Гиблию. В Бога не верят. Монтень говорит, философ французский. У гроба близкого человека под звездным небом отрицать Бога может только явный идиот или преступник. Я понял. Ну ладно. Выбор-то небольшой. Ну да, выбор. Или идиот, или преступник. Вообще. А вот вы смотрите. В мире сегодня статистика показывает. Примерно 8% безбожников, апатеистов, коммунистов, агностиков. 8,5%. Бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Суд же состоит в том, что Бог явил свет, а люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Делающее добро идет к свету. Делающее злое не идет к свету, дабы не обречились дела его. Мы сюда пришли людям возвестить волю Божию. Чтобы люди веровали в Бога. Не блудили здесь сидели, а радовались, что Христос умер за наши грехи и ждет с покаянием. Вы верующие? Конечно. Вы, наверное, верите в эту книгу, да? Это что за книга? Посмотрите. Такое не понимаю. Не понимаете? Ну и ладно. Вы верите, что Христос Иисус приходил на землю и умер за грехи людей? Конечно. И Он воскрес для нашего оправдания и снова придет судить этот мир. Вы это верите? Конечно. Значит, нужно жить так, как Он заповедал. Ни один блудник в Царство Божие не войдет. Ни один развратник, ни один наркоман, матершинник. Мы не другим, я это неуважаемый. Уважаемый Патюш. Хорошо. Может, у Вас есть духовный вопрос? Вот видите, Вы не такие, не раздетые, не материтесь. Нам приятно разговаривать с Вами. Если Вы по Скайпу зайдете... Не понял. По Скайпу зайдете, Скайп. Игнатий Лапкин, это я. Я большие материалы могу Вам скинуть. У нас большой Ютуб, сайт, форум, мейл.ру, Фейсбук, ВКонтакте. Повторите. Ну ладно тогда, если вопросов нету. До свидания. Давай, спокойной ночью. С Богом. Вам тоже. Вы желаете о Боге слушать? Скажите. Я буду рассказывать, что дальше в мире будет. Какие события нас ждут? Уже рядом подошли. Мы знаем из Библиотек. Я осталась, где че-то как? Как говорите? Да. Это ближе уже. Ну ладно тогда, раз не хотите знать. Давай, давай. А у Вас в доме есть такая книга жизни? Да, есть. На полке стоит. А показать можете? Ну, наверное, можно горожать. Это главная книга мира, которая отвечает нам на все вопросы. Для чего человек сотворен, как он живет, чем закончит, как будут развиваться политические события в мире. В этой книге все есть. Ты только добавил слова Отца и Сына и Святого Духа. А тут нет. Это священники добавляют только. А в Библии нет этих слов. Ибо Твое есть старство, сила и слава во веки. Аминь. Вот так. Не надо это куда-то в сторону-то. Тело Твое, наше тело, храм называется, и трясуют его, и сколют. Но не знают, что делать. Женщины титьками трясут, мужчины рукоблудием занимаются. Это нигде больше такого разврата нету, как в чат-рулетке. Ну, Вы голые сидите, что, разжарила? В аду страшнее будет. Да не надо. Мне не 5 лет, а 81-й идет. Я насмотрелся. Ну, Вы, Вам самим-то разве это нравится так? Вот сидят здесь голые и ждут, когда появится фигура на вторую букву алфавит. Ну, ты даже не выслушаешь. Ну, я что могу Вам сказать на это? Если Бог решил наказать, отнял разум и совесть. Нет, послушай. Ну, умирать-то будешь, еще там покажешь. Корм это тело твое показал, это червям корм. Ты же понимаешь, что дальше человек сгниет и ничего нету. Из-за которой ты гоняешься-то, ведь она копейки не стоит. Ни одной мусульманки здесь нету. Хотя мужчин 85% мусульман. Ни одной. И они не позволят. За 1300 лет ни одна не зашла, чтобы такая раздета была и сиськами трясла здесь. И вы сидите, дремите. В это время молился бы, занимался делом. Как я занимаюсь делом? Ну, какое дело работаю? В это время-то работал бы. Я занимаюсь... Милый человек. Я еще раз говорю, мне 81-й год. И мне ни одной минуты не пришлось вот так сидеть голым перед людьми. Какой? Вы какой иностранный язык знаете? Русский язык. Только и все. Can you speak English? Do you understand me? Yes. А я самостоятельно изучал 7 языков. Ни одной минуты свободной нету. Строим православную деревню с нуля. Я начальник детского лагеря 45 лет. Это не мое. Бог позволяет. Солнце сократил до двух с полной часов. Что сделать? Вот ты зайди на наши ресурсы, посмотри. Зайди в скайпе. Найди Игнатий Лапкин. В скайпе. Я сброшу ресурсы. Вот в чат-рулетке... Не в чат-рулетке, а-то. В ютубе у меня. Лично мой канал. 17200 роликов. А зайдите на сайт. Вы там увидите. Одновременно мне приходится вести занятия. Еще раз говорю. Говоришь, я не верующий. А Слово Божие говорит нам. Вот эта вот вечная Библия. Она говорит. 3000 лет назад Давыд сказал. Сказал безумие в сердце своем. Подожди. Там нет Бога. А да вы про него не знаете, где он находится. Вот Библия. Какая Библия? Для кого? Для убийц? Для нормальных людей. Нормальные люди? Да. Вы уверены в этом, что это нормальные люди? Ну, мне кажется, Иисус просто это кончено. Ну, хорошо. Благодаря тому, что Гитлер развязал войну, он... Что? Сколько погибло? 50 миллионов. Это нормально? Хорошо. А Сталин вообще ничего не развязывал. Он никуда не вторгался. Сторожение, опять-таки, Прибалтика. Да нет, до Румынии этого не было. Польша, разделение Польши этого не было, да? Вы понимаете, что говорите? Я понимаю, что я... Но если это вы говорите, вы должны знать, о чём он пишет. Участь славянского населения. Какое? По Майнкампу. А вы знаете, Гитлер, какой масонской ложи принадлежал? Скажите, если вы его знаете. Не книжку только показать. Нет, не знаю. Не знаете. Не знаете. А вы знаете, что он в церковном хоре пел? А Сталин учился в семинарии? В одном городе, причём очень удивительно. Да не в одном городе. В разных городах. Тот в Билиссе, а тот в Германии. Зачем врать-то? Надо учиться, заниматься. Вот Библия лежит. По ней всё строится. А для Гитлера, он говорит, совесть – это пережитки еврейские. Совесть. Сожгите её просто реально. Вот так возьмите её и сожгите. Библию у меня и нет. А Библию верят люди.